Об ускоренном развитии в предпринимательском поле и китайских инвесторах. Темы волнующей читателей, телезрителей и радиослушателей главы республики сегодня обсуждал с журналистами ведущих изданий региона. Разговор длился два часа и за это время Михаил Игнатьев ответил более чем на 30 вопросов. С подробностями Дмитрий Ковалев. Главная тема последних дней – формирование программы ускоренного роста. Стратегии развития субъектов главы регионов защищали у председателя правительства Дмитрия Медведева. Михаил Игнатьев отметил, что впереди у властей на местах масштабная работа. Поставленные задачи должны быть реализованы за пять лет. Их решение в ближайшие годы поможет повысить заработную плату в реальном секторе экономики. Я ставлю задачу перед бизнесменами, перед предпринимателями, перед работодателями, которые будут открывать новые производства. Когда эти проекты будут реализовываться за счет поддержки бюджета, я не делю там федеральный бюджет, региональный бюджет или муниципальный бюджет, то ставим задачу на второй или на третий год реализации любого проекта, чтобы уровень зарплаты рабочих был не ниже полтора раза, чем средний по республике. Возьмем, допустим, группа 30 тысяч рублей, чтобы на второй, третий год реализации проекта средний уровень зарплаты у рабочих был не менее 45 тысяч рублей. А касаясь отдельных сюжетов, то, что пишут, там слабые регионы и так далее, мы не слабый регион, просто у нас свои особенности, вот это я тоже хочу отметить. По плотности населения Чувашская республика находится среди 85 субъектов Российской Федерации на 11 месте. Валовый региональный продукт делится на количество людей и вычисляется размер или средний размер доходов на душу населения. Ключевые демографические показатели улучшались и улучшаются. И с учетом этого мы должны увеличить валовый региональный продукт. В числе приоритетов и новые рабочие места необходимо создать более 12 тысяч. Выполнить такую задачу без инвесторов будет крайне трудно. В регионе в ближайшие годы должен появиться предпринимательский пул, отметил Михаил Игнатьев. Предприниматель должен брать риски на себе, ответственность на себе и привлечь в небюджетные источники. В Татарстане, если возьмем, там предприимчивых людей намного больше, чем в Чувашской республике. Это правда. В этом они создают. Понятно, там нефтегазовые доллары есть, углеводороды есть. В республику намерены прийти инвесторы из Поднебесной. Приступить к возведению молокозавода китайские бизнесмены уже готовы. Но вопрос зашел в тупик. Противники проекта ссылаются на то, что предпринимателям из-за рубежа передают земельные участки сельхозназначения. Земли сельхозназначения иностранцам, хоть китайцам, хоть американцам, по закону не имеем права продавать. Все эти сделки по продаже земель сельхозназначения, если кто-то будет осуществлять, эти сделки в соответствии с федеральным законом, оригинальным законом, будут ничтожные. Касаясь теперь завода, любого завода, хоть китайцы, хоть другие инвесторы. У нас пять иностранных компаний сегодня работают. Они же плохо никому не сделали. И никому не позволят нарушить экологические вопросы. Вопросы норм природоохранного законодательства. Комфортный климат для развития бизнеса – это тоже стратегическая задача. У нас все расчеты есть. По перспективе привлекая инвестиции, мы инвестиции в основной капитал доведем не менее чем 60 миллиардов рублей, которые будут позволять создавать высокотехнологичное производство. Михаил Игнатьев рассказал, и как республика завершает год. Наметился рост во многих сферах. Предприятия региона наращивают экспорт, увеличились объемы водожилья, выросли доходы бюджета, сокращается госдолг. Все это должно стать потенциалом для успешного старта в 2020-м. Дмитрий Ковалев и Павел Редков, Республика.